У меня была один раз история, у меня с карточки сняли довольно приличную сумму денег, порядка на тот момент 5 тысяч долларов, ну где-то 150 тысяч рублей тогда это было. Меня выследили, я так думаю, потому что снимали в тот момент, когда я летел из Киева в Москву со съемок. Я приземляюсь в Москве и начинают приходить смс-ки, там много смс-ок и смотрю на это, у меня деньги снимаются и снимаются. Я, конечно, испытал такой шок, даже забыл iPad, но в самолете побежал куда-то звонить, что-то делать, как-то блокировать карточку. Но человек, который летел со мной из Киева, ну не знакомый, а просто в том же самолете, он взял iPad, нашел меня, отдал мне iPad и деньги мне тоже вернули, банк вернул деньги. Но это произошло не скоро, то есть инцидент случился в апреле, деньги мне вернули к Новому году. Но их вернули, да, со мной переговорили, выяснили всю ситуацию, вернули. Это очень неприятно было, конечно. Я, честно говоря, не ожидал, что мне вернут деньги, для меня это было таким новогодним подарком, потому что в службе безопасности банка со мной довольно жестко поговорили, то есть так меня пробили, как бы, я был готов подавать уже в суд, потому что меня практически обвинили в мошенничестве, но, вероятно, это у них был такой ход, посмотреть на мою реакцию, вот, после этого там... А кто у кого деньги таковые не нашли? Мне показали руки человека, который этого сделал, потому что банкомат почему-то сфотографировал только пальцы с печатками, ну, в смысле, вот с этими, с перстнями наколотыми. Говорю, вам знакомы эти руки? Я говорю, нет, нет. Почему камера не стояла на лицо, я не знаю, но, может быть, эти люди, которые снимали эти деньги, они знали, где это снимать, там, где камера смотрит вниз, и только их печатки, вот эти вот, я запомнил, думаю, вот эти руки сняли мои деньги, так, в общем, забавное впечатление от этого.